Ассамблея это не только про музыку. Здесь умело сплетены разные виды творчества. Театральные прологи, исторические танцы, публики даже продемонстрировали цыганскую польку. Показ коллекций курских дизайнеров. И в былые времена на балы в Марьино местные барышни готовили лучшие наряды. Звучит музыка. У него была самая богатейшая библиотека в России. И каждый штрих здесь был положен сознательно, учитывая его интересы. То, что князь очень любил и покровительствовал искусству. Сам собирал свои театральные трупы из крепостных крестьян. Более того, сам писал партитуры к музыкальным ассамблеям своим же. Это, конечно, удивительного склада ума человека. Кульминация вечера в круглом зале, где в прошлом проводила музыкальные вечера, «Княжеская семья», «Оркестр дал концерт». Шедевры классики от Вивальдида Свиридова, приглашенные солисты и браво артистам. В этом году вновь на ассамблее в том же составе. И самое интересное, что я хочу сказать, и Сергей мне сегодня говорил, что самая первая ассамблея прошла именно с моим участием. Сейчас видите, как возрождение оркестра, первый концерт после возрождения. И со мной, знаете, несколько такое мистическое явление получилось. Сразу после Маринской ассамблеи музыканты приступают к подготовке следующих проектов. Губернаторский оркестр не уходит на каникулы. Мы будем принимать участие в Каринской ярмарке. Мы будем играть, мы будем делать фестиваль оперы международной. Мы будем играть современные проекты, симфо-шоу. Мы будем играть классическую музыку. Будем играть для пожилых людей концерты, для молодежи. Ну а зрители уже ждут очередную осеннюю ассамблею. Анна Пикулина, Юлия Матвеева, Антон Владышев, Телеканал 7.